Продолжим говорить о Боге. И все опять будут отчасти мои соображения, а с другой стороны соображения и других людей, которых я назову по имени. Бог сотворил этот мир. Бог был, обретался в темноте. И вот Он сотворил этот наш мир. Населил его людьми, это мы имеем в виду землю. Но мы же чудесно понимаем сегодня, что наш мир это не только планета Земля. Сначала человечество узнало о том, что вокруг Солнца крутится несколько планет. А потом человечество узнало, что Солнце не одно единственное на белом свете. Что существует такая вещь, как галактика. А потом узнало еще больше, что галактики на самом деле не одна, много. И сколько их никто толком сказать не может. Называют разные числа. Вот сегодня ученые взвесили Вселенную. Естественно, не положили на какие-то весы. Все это делалось на уровне расчета, с привлечением компьютерных программ. Но, что интересно, оказалось, что когда в учет были взяты массы звезд, планет и вообще всяких-всяких материалов, присутствующих во Вселенной, этот вес составил ничтожно малую часть по сравнению с тем, какую должен был бы составить. И тогда ученые ввели такое понятие. Называется это темное вещество. То есть оказывается, наша Вселенная наполнена каким-то темным веществом, которому нет ни объяснения, которое нельзя заполучить, вычленить как-то с помощью лабораторных анализов. И тут волей-неволей на ум приходят воспоминания о наших далеких-далеких предках, которые рассуждали о каком-то эфире, наполняющем пространство, о том, что вот благодаря этому эфиру передаются с одного места на другое какие-то вещи. Они до волн тогда еще не додумались, но говорили, что как-то эфир это передает. И вот сегодня, когда наука уже, казалось, открылась столько всякого и столько разного, вдруг мы вернулись к тому, с чего ученые когда-то, ученые, те ученые тех незапамятных времен, начинали. Я не удивлюсь, что настанет день, когда и к алхимии начнут относиться серьезнее, чем относятся сегодня, и к поискам философского камня. Но мы заговорили о Вселенной, о том, что вот ее вес составляет некий х, и вот больше, чем 95% этого х, это темное вещество, что нам сегодня неизвестно, качество чего мы абсолютно не знаем, но тем не менее ученые утверждают, что это вещество присутствует. Господь Бог сотворил эту Вселенную. Ну, вот такой мы можем, конечно, сказать, что он знал все. Это мы, люди, маленькие существа по сравнению с величием Бога, и пытаемся понять его замыслы, что он сделал, зачем, почему и как. А тут в голову приходит такая мысль. И, кстати, я не первый, кому она пришла в голову. Я сейчас вот адресуюсь к поэту Валерию Брюсову, который когда-то написал такое стихотворение. Поводом к написанию этого стихотворения было открытие, совершенное несколькими годами ранее. О том, что атомы, которые до этого считали вроде бы как концом дробления материи, отнюдь не конец, что они еще состоят из других микрочастиц. А сегодня мы знаем, что эти микрочастицы до бесконечности можно погружаться в тот же самый атом, и конца, как говорится, там не найдешь. В голову приходит мысль о том, что микромир и макромир одинаково бесконечны. При всей сложности вообразить бесконечность, все-таки склоняюсь к мысли, что она человеческому мозгу более представима, чем какой-то конец, финал, дальше ничего нет. Но вернемся к Брюсову. Был у него такое стихотворение «Мир электрона» называлось. Сейчас поговорим о Валерии Брюсове, не о его творчестве целиком, это сильно уведет нас в сторону с нашей темы, а дело в том, что Брюсов, на мой взгляд, стоит у начала того, что потом стало советской русской фантастикой. Всякие фантастические видения, фантастические истории, они вообще были свойственны символистам, не только Брюсову. Но, в частности, Брюсов больше других увлекался всеми этими вещами. И вот он написал в 1922 году, ведь как давно это было, вот такое стихотворение, называется оно «Мир электрона». «Быть может, эти электроны – миры, где пять материков, искусство, знания, войны, троны и память сорока веков. Еще, быть может, каждый атом – вселенная, где сто планет. Там все, чем здесь в объеме жатом, но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же, их бесконечность, как и здесь. Там скольп и страсть, как здесь. И даже там та же мировая спесь. Их мудрецы свой мир бескрайный, поставив центром бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся токи новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил. Что касается последнего четверостишья, 1922 год, разрушения, Россия, конечно, любая фантастика, она отталкивается от некой реальности. И тут можно сказать, что Брюсов делает такой икивок, что ли, советской власти даже, которую он принял. Я не хочу говорить о человеке больше, чем он сделал на самом деле. Но вообразите себе вот этот мир. Действительно, мало кому не приходило в голову, что вот планеты, которые вращаются вокруг Солнца, нашего Солнца, очень напоминают строение атома с его электронами. А потом, если погрузиться в этот атом дальше, и в эти электроны, то там вы найдете еще массу всего. И вот тут Брюсов высказывает мысль, которую сейчас я попытаюсь развить, о том, что все во Вселенной повторяется. От макро до микро. И вот вернемся к Богу, с которого я начал. Ну, конечно, мне скажут. Он был всегда, и он сотворил, и на этом все кончилось, успокоился. А дальше мир живет, он периодически вмешивается в то, что здесь происходит. Сложно вообще это вообразить. На одной Земле происходит столько всего. А ведь он должен опекать не одну Землю, а всю эту Вселенную, все эти звезды, и планеты, которые крутятся вокруг них, и чего там только не присутствует. И тогда в голову приходит такая мысль. А может быть, все обстоит вот так? Давайте начнем с Бога, надо с чего-то начать. Но вы сейчас увидите, что он не начало. Вот предположим, он сотворил человека, да? А человек, тот же Брюсов, или братья Стругацкие, или Артур Кларк, или Рэй Брэдбери, или Роберт Шекли, а назовите кого хотите, они сотворяют свой мир. Вы скажете, что мир, который они сотворяют, это плод их литературной фантазии. А есть и такая точка зрения, что все, что написано, все, о чем только подумали, все, о чем только сказали, уже существует. Существует в неком другом измерении. А, собственно, почему мы считаем, что когда мы изобрели нечто, то мы открыли, чего прежде не было? Нет. Очень возможно, что это есть. Просто мы не знаем о том, что оно есть. А вот кто-то додумался до того, что оно есть, и оно как бы перекочевало из другого пространства, из другой плоскости временной, назовите как хотите, из другой вселенной, в нашу вселенную. И теперь стало чем-то обиходным у нас. И тогда получается, что мир, о котором написал Брюсов, или о котором писали братья Стругацкие, и же с ними, это тоже реальные миры, они тоже существуют. И тогда, давайте продолжим мысль. Бог сотворил эту вселенную. В этой вселенной живут существа, их очень много. Я уверен, что люди не единственные разумные существа в нашей вселенной. И они, позаимствовав, переняв, получив от Бога вот этот дар умения творить, творят. И они создают свои миры, в которых они, эти люди, эти существа, эти братья Стругацкие и Артур Кларк, выступают в роли Бога. А в их произведениях, которые мы с вами уже воспринимаем теперь как некие реально существующие миры, тоже зовут существа, сотворенные вот этими богами. И которые тоже умеют творить. Мы еще не знаем, что они сотворили, но точно так же, как Брюсовский атом бесконечен со своими электронами, мирами, которые обретаются там, герои этих произведений тоже творят. И тогда, может быть, и нашего Бога кто-то сочинил, что и над ним стоит некто, даже и название не знаю, каким словом назвать. Вот он подумал, написал, сказал, изложил, якобы сочинил. И вот наш Бог тогда один из мириады богов. Вселенная, а я теперь даже и не знаю, Вселенной ли это назвать, это какая-то более широкая категория у нас с вами получается. Если подвинуть все это в другую сторону, повернуть вектор наших с вами наблюдений, то получится, что и наш Бог был сотворен другим Богом. Зовите его, как хотите, Бог-квадратий. И сотворил он не одного нашего Бога, а такую же мириаду богов, такую же Вселенную, как вот та, которую мы с вами наблюдаем. И тогда, тогда получится, что в ту сторону мир точно так же бесконечен. Догадываюсь, что будет масса возражений, но не принимает мой разум конца. А дело в том, что если я воображаю себе Бога, который сотворил нашу Вселенную, то в него как бы упирается вектор моих наблюдений, что вот да, вот дальше ничего нет. А не может такого быть. Представить конец, что вот некая стена, некий кокон, внутри которого я нахожусь, какая-то оболочка, и что вот за ней нет ничего. А что значит ничего? Все равно что-то есть. Представив мир под таким углом, в таком виде мне просто легче жить. И сиборитствовать естественно, поскольку я знаю, что и там среди этих богов попадаются точно такие же. А из тех героев, которых я воображаю, я уже вам как-то открывал свой небольшой секрет. Я тоже пишу фантастику. Когда я выдумываю своих героев, во-первых, для меня лично, они живые личности, живые существа, со всеми, со всеми присущими им атрибуциями. Даже если это не люди, а кто-то еще, чему я сейчас не подберу подходящего названия. Но они существа мыслящие, и следовательно, они тоже в своем воображении что-то такое создают. И я могу сказать, что вот у меня есть моя вселенная. Иногда я ее называю параллельной вселенной, иногда называю вселенной Геннадия Вальберга по своему имени. Но это мое дело, вы можете не принимать такого взгляда. Но в ту вселенную я запросто переселяюсь, запросто там пребываю, столько времени, сколько мне захочется. И я уже подмечал за своими героями, они точно так же воображают, они точно так же выступают богами относительно того мира, той вселенной, которую они создают. Я понимаю, что это единичный случай, я отнюдь не претендую на какую-то всеохватность. Я только хочу сказать, что мир наш с его параллельными вселенными, с его просто вселенными вот на уровне брюсовских атомов бесконечен во все стороны. И что касается Бога, конечно, у нас землян, он один. Это не надо доказывать, эволюция это показала, и масса других соображений подтверждают, что все-таки монотеизм стоит намного порядков выше язычества, или, скажем, Древней Греции, Рима и прочих, с их множеством богов. Эта идея дошла до нас в конце концов, а не хочу сказать, что мы ее выдумали, мы просто в какой-то момент развились до такого уровня, что это осознали и поняли. Да, у нас землян Бог один, но что за ним не стоят другие, в том смысле, что и он не есть творение другого Бога более высокой категории. Лично для меня, ну, это, скажем, не очевидность, но, повторюсь, мой разум принимает такую идею намного легче, чем ту, что вот на нашем Боге все кончается. Поэтому продолжайте дальше сиборитствовать, размышлять, слушать мои рассказы, если кому-то они не нравятся, то подкорректируйте, я постараюсь рассказать о том, что вам более интересно, но я не сомневаюсь, что если вы посиборитствуете и поразмышляете, то тоже придумаете что-нибудь очень и очень любопытное и для меня лично откроете нечто, до чего я пока еще не додумался. Так что на этом давайте мы сейчас остановимся, на вот таком своеобразном многобожии, о котором я сейчас рассказал, и мне бы очень хотелось узнать, а что вы о нем думаете. А пока, до свидания и до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok